Всем привет! Вот начинаем наши домашние посиделки. С Дмитрием Юрьевичем мы разбираем большое количество альбомов, большое количество музыки, большое количество артистов. А здесь я хочу полистать мою домашнюю коллекцию не спеша, не торопливо и не длинно, на самом деле. Просто коллекция пополняется время от времени. Хочется поделиться с вами тем, что пришло в последние дни. Вот пришел такой альбомчик группы Dream Theater. Которой никого не удивишь. Все эту группу знают прекрасно. Группа мощная, сильная, громкая. И выпустила огромное количество альбомов. Это последняя пластинка. Я ненавижу слово... Вот она, вот она такая последняя пластиночка. Ненавижу слово крайнее, потому что это не по-русски вообще. Я буду говорить так, как принято на нашем родном языке, на русском. Пластинка очень красивая. Как всегда, двойная. Как всегда, с книжечкой. Вот такой замечательной. В книжке много интересного. Много разных красот. Чудесных. Но я не буду листать. Она большая, довольно такая. Фотографии артистов. Тексты песен, рисунки, фотографии, коллажи и прочее, прочее, прочее. Ну, разворот, сами понимаете, разворот. Разворот разворотный. Пластинка одна, тоже с яблочком, весьма фирменным. Пластинка другая, тоже с яблочками, весьма симпатичными. Вот такими. И еще здесь присутствует компакт-дисочек для тех, кто не любит винил, но зачем-то купил виниловую пластинку. Может послушать на компакт-диске. Пластинка, на мой взгляд, совершенно необычная. Потому что... Потому что потому. Потому что необычная для группы Dream Theater весьма. Я вообще музыку на стиле не делю никогда. И когда меня спрашивают. Алексей, вы любите тяжелый металл? Я отвечаю всегда. Смотря какие группы. Я люблю какие-то конкретные группы, какие-то конкретные пластинки, конкретные песни. А люблю ли я тяжелый металл, я не знаю. Люблю ли я диско. Некоторые песни люблю, некоторые песни не люблю. Люблю ли я фолк. Тоже, знаете ли, фолк такой, фолк сякой, фолк разный. И все зависит от конкретного исполнителя. Вот этот альбом, он меня, честно говоря, удивил. И удивил достаточно серьезно. Потому что я не могу его отнести ни к тяжелому металлу, ни к арт-року, ни к рок-н-роллу, ни к чему. Здесь все вместе, все сразу. И на самом деле это какой-то такой крен группы в старый прогрессив-рок образца 70-х, 80-х годов. Как мне показалось. Хотя начинается она, пластинка я имею ввиду. Начинается она весьма традиционно. Эллиен, первая песня. Тут две песни на первой стороне, две на второй, две на третий и одна на четвертой. Мы до нее дойдем. Эллиен начинается весьма традиционно для дремсы. Это с такого невероятно ритмически выстроенного рифа. Гитарно-басово-барабанно-клавишного, разумеется. Потому что все эти инструменты там звучат. И мне показалось это весьма традиционно для дремсы. Это такой вот тот самый начало такого вот металла. Даже я не буду повторять эту ритмическую структуру. Потому что я пытался высчитать размер, который играет бас с барабанами. У меня ничего не получилось. Я полез в интернет и нашел этот самый размер. Оказалось 17 восьмых. Не больше, не меньше. Но думаю, любят ребята сложности. Любят. Будем слушать сложности. И станет мне скучно в какой-то момент времени. Не стало. Потому что начинается такой прогрессив. Начинаются такие какие-то восточные гитарные партии у господина Петручча. Невероятно интересные. Начинается смена музыкального пространства из одного в другое. Ну, я имею в виду музыкальное пространство. Вы понимаете, что это такое. Из одной вселенной в другую. Прямо такой плавный переход. Раз голос Лабри здесь не могу сказать, что стал ниже. Он стал как-то плотнее. Он уплотнился и стал такой какой-то... Если раньше он парил над музыкой, над всей, то сейчас он парит, но как такой бомбардировщик серьезный. Он так вот серьезно летит, летит, летит. И, в общем, этот самый Alien, это просто произвело на меня сильнейшее впечатление. Следующий номер, Answering the Call, напомнил мне неожиданно группу Hawkwind, английскую. Тоже начало такое космическое, космическое, космическое. А потом начинается адский моторный гитарно-барабанный такой наезд серьезный. Ну, опять же, с удивительным голосом Лабри, который на этом альбоме мне нравится больше, чем на всех предыдущих вместе взятых. Я не знаю, что случилось с певцом, но он как-то серьезно заматерил, хотя и раньше был вполне себе матерый. Invisible Monster песня еще более удивительная. Если до этого какие-то были кивки в сторону группы Hawkwind, то здесь мне вспомнилось почему-то, извините за выражение, Юрая Хипп. Причем Юрая Хипп такой конца 70-х, начало 80-х. Ну, правда, здесь в миллион раз все сложнее, интереснее. Простите меня за Юрая Хипп. Там тоже сложно и интересно. Я очень люблю эту группу. Но здесь, господа из Dream Theater, все-таки студенты Беркли в прошлом. Все-таки умные, умеют все практически. Тут ничего не скажешь. Развернулись по полной. И хотя эта песня Invisible Monster вполне могла бы войти в репертуар Юрая Хипп. Конца 70-х, начало 80-х. И вполне естественно, там бы прозвучало на каком-нибудь альбоме этой удивительной английской группы. Sleeping Giant. Тут вообще у меня опустились руки, опустились ноги. И заболела голова от счастья. Потому что я стал слышать какие-то такие мотивы Genesis образца 74-75 года. Правда, усиленные, ускоренные мощнее в тысячу раз. И количество нот увеличено раз в тысячу примерно, чем у Genesis. Но структура, подход к этому самому Sleeping Giant концепции, все построение песни, оно прямо вот оттуда. Прямо из 70-х. Удивительно. Он звучит очень современно. Очень круто. Но, кстати, чудеса на этом не заканчиваются. Потому что Transcendent Time – это вообще улет. Это улет совершенный. Потому что Dream Set – это не похоже ни на Yes, ни на Rush, ни на Юра Ахип. Но, тем не менее, начинается Transcendent Time как мощный, современный, заматеревший Yes. И я просто обалдел. Потому что, здравствуйте, это Yes или это Dream Set – это? Оказалось, Dream Set – это потому что через несколько секунд буквально все стало на свои места. И я понял, что это, конечно, Dream Set – это. Но очень похоже на Yes. А потом, бац, и стало похоже на Rush почему-то. То есть, не похоже совсем на Rush и не похоже совсем на Yes. Но структура, подход, приемы композиторские, интонации прямо вот оттуда. Прямо такая энциклопедия прогрессивного рока 70-х пошла. Песня замечательная при этом. Awakened the Master – это уже классика Dream Set. Это те, кто собирает пластинки этой группы и любит ее, здесь получат истинное наслаждение. И, а, кстати говоря, я вот что хотел сказать. Что я перед тем, как послушать эту пластинку, прочитал много рецензий в интернете от фанатов группы Dream Set. И все они разгромные. Все пишут, любители тяжелого металла, что, ну, в этом альбоме вообще ничего не понятно. А я не знаю, чего тут непонятного. Это прекрасная музыка. Это удивительная совершенно музыка. И заглавная песня, которая называется так же, как и альбом «A View from the Top of the World» – «Вид с вершины мира», это просто классика. И это полотно я бы поставил, наверное, ну, не в десятку и не в двадцатку, но в 50 лучших произведений так называемого прогрессивного рока. Потому что это совершенно фантастическая вещь, она на всю сторону, она длится около 20 минут, я не помню точный хронометраж. Но это полный кайф. Здесь есть все, здесь есть, ну, у Dream Set есть всегда и смена темпа, и смена ритма, и смена тональности, и ломаная структура, и сложнейшие размеры. Здесь есть все, но эта песня 20-минутная, так же, как и вся пластинка, она удивительно легко воспринимается, удивительно легко слушается. При этом она сложнейшая, она напоминает, ну, наверное, симфоническую, современную симфоническую музыку, там, 20-го века, Холста, там, и прочее, и прочее, и прочее. Ну, собственно, Манн Фридман тоже заимствовал, там, у Холста в свое время, но здесь уже не прямое заимствование, а здесь в том же направлении. То есть такой могучий симфонизм, могучий симфонизм, при этом рок, при этом громко, при этом удивительная совершенно партия у каждого из артистов. Кстати говоря, Петруччи, который продюсировал этот альбом, он очень много, естественно, играет на гитаре, но я бы не сказал, что он играет здесь соло. Потому что соло – это что такое? Это когда один артист солирует, да, а все остальные создают такой фон для солирующего артиста. А здесь же Петруччи играет очень много, очень круто, и тэппинг там, и все дела его любимые. Но все играют вместе с ним одновременно. И это такая полифония, полиритмия. Звучит оркестр, где все играют конкретные свои партии и солируют одновременно. Наверное, можно так сказать. Я не специалист в области, так сказать, классической музыки и разбора классических произведений. Что там, как строится, как делается оркестровка – это не мое дело. Да и не наше это дело, совершенно наше дело – получать удовольствие. И что мне хочется сказать еще в отношении этого альбома? Что, когда вы его слушаете, напомню, да, как он выглядит, когда вы его слушаете, не стоит, наверное, представлять себе музыкантов вместе с инструментами. Не стоит рисовать в сознании картины, как вот здесь играет гитарист, как он играет тэппинг, какой у него инструмент, какая цепочка обработок, как все сделано. Представлять себе барабанщика за установкой, как он работает с бочкой, какие у него брейки, какие у него дроби, как он все это делает. Вообще забудьте об инструментарии. Забудьте просто о нем. И слушайте звуки. Что такое музыка? Музыка – это звук. И мы наслаждаемся не тем, как гитарист быстро играет, какие у него струны, какая у него толщина струн, какая у него модель гитары, какие у него звучки стоят. А мы наслаждаемся звуком, который он создает. И абстрагируетесь от инструментария, а слушайте просто звук. И как неудивительно будет для меня, любителя группы Arctic Monkeys и прочей такой веселой драйвовой рок-н-ролльной музыки, эта пластинка встает у меня в коллекцию. И никуда из нее не денется. Я ее буду слушать, переслушивать и кайфовать от нее. Чего и вам желаю. С вами был Алексей Рыбин. До новых встреч с новыми приобретениями и со старыми приобретениями тоже. Пока.